Он родился в Якутии, сделал себе имя в мужском спорте, ну а сейчас, несмотря на почтенный возраст, работает с детьми и даже женщинами. А таких, как Владимир Игнатик, говорят коротко – легенда. И это слово как нельзя лучше характеризует авторитетного специалиста. А еще он кладезь интересных историй и просто добрый человек. Смотрим материал. Легенда тренерского цеха Владимир Игнатик торопится на тренировку. Погода нелетная, говорит коуч. Дети могут не собраться. Первая наша речетка, 3-4, мы? Команда, мы Спартак, без победы нам никак. Казалось, снег только подстегивал ребят к тренировке. Ни о какой отмене занятия не может идти и речи. Владимир Иосифович и ребята в очередной раз напоминают об этом съемочной группе. У парней чувствуется заряд. Несмотря на снег и холод, ребята рвутся на поле. Чувствуется старая тренерская школа. У меня ребенок должен как возле подушки ложить мяч, гладить его и говорить спокойной ночи. Тогда он будет футболистом. Может быть, это у меня такое осталось, как меня тренер первый воспитал, Заремба, который проверял дневники. Наверное, этого никто сейчас не делает. А я живу этим. Я помогаю родителям. Я каждую четверть. Мне дети приносят дневники. Я им делаю замечания. Вот ты плохо учишься, у тебя восьмерка, надо девятка. Тренер не должен в детстве только зациклиться на тренировочном процессе. Пришел, здрасте, ушел, до свидания. Он должен жить жизнью ребенка. Должен ему звонить. Как дела? Как успехи? Что сегодня? Какую отметку получил? Что у тебя болит? Я уже в старой формации тренер. Молодые, это еще раз говорю. Они сегодня на порядок. Быстрее схватывают. У них для этого достаточно, как говорится, материалов. В самом начале занятия Владимир Иосифович указывает нам, на кого стоит обратить особое внимание. Вот, вот, вот. Вот мой вундеркинг. Хотя специалист каждому парню на тренировке уделяет одинаково большое внимание. Мы команда! Высмотка! Без победы на них! Самое главное, пошли дальше работаем! Это мои детки, последнее поколение. Я их взял четыре года назад. Прошел с ними немалый путь. Это дети, не из детских спортивных школ. Это наборные дети. Есть отборные. Это Минск, Батет, Динамо Минск. А все любят футбол. Ими тоже надо заниматься. Им надо тоже уделять внимание. И они меня омолаживают. Они меня заставляют двигаться. Когда я их увижу, слезы наворачиваются. В том плане, что, наверное, мне не удастся их довести до вершин. Это жизнь, это природа. Но настолько вот приятно, что у меня в прошлом году дети выиграли чемпионат города, чемпионат республики, кожаный мяч. Вот эта награда для меня на сегодняшний день, она, наверное, самая дорогая. Хотя я не стремлюсь к медалям. Игнатик заработал себе имя в Мопиде. Также коуч проявил себя и в сборной Беларуси. Это он ассистировал Валерию Дайско на чемпионате Европы 2010. Единственном топ-турнире для нашей команды в истории. Сейчас Игнатик работает с охраной Динамо. Также он трудится и в женской сборной Беларуси. Но большая часть карьеры Владимира Иосифовича – это детский спорт. Коуч показывает ретро-фото, сделанное у него на родине, в Якутии. Это историческая фотография. 96-й год, город Нерингри, республика Саха-Якутия. Здесь сидят мои ученики, действующие футболисты. Они сегодня разъехались и раз в году поздравляют с днем рождения. Это приятно. Здесь 500 детей. Вот на голом месте в республике Саха-Якутия была создана вот такая детская спортивная школа. Кстати, там же, в Якутии, он около 30 лет назад предрекал большую карьеру Эдгару Прибу, ныне футболисту Фортуны из Дюссельдорфа. Его отец был мой друг. И когда-то я ему сказал, Эдгар Приб будет хорошим футболистом. Дарил ему мяч, он заплакал. Папа попросил, принеси подарок ему футбольный мяч. Ему было два годика. И он начал плакать. Я в этой ситуации быстренько разрулил, говорю, не-не-не, он будет футболистом. Пожалуйста, Бундеслига. Эдгард Приб, Якутия. Себе на ход, передачу. Вот это наш соперник. Обыграть его надо с уходом вправо или влево. Двойной переступ или ординарный переступ. Поднимаю голову. Желательно забить мяч по воздуху, верхом. Несмотря на возраст, Игнатик очень востребован. Он одновременно совмещает работу в клубе женской сборной Беларуси. Еще и ребят тренирует. Моя тренерская карьера, к сожалению, подходит к концу. Сегодня много молодых тренеров. Много программ, интернет, все доступно. Бери, лепи, смотри Барселону, Реал. Мы недавно встречались с Юрием Путусом, Сергеем Кривушенко. За круглым столом мы говорили, а помнишь, как у нас было в детстве? Четыре камня, это двое ворот. Во время спарринга отвлекаем одного из парней. Игнатик им особенно гордится. Но и футболист отвечает взаимностью. В прошлом году мы стали чемпионами Республики Беларусь. У нас в турнире кожаный мяч. Все это благодаря нашему тренеру, моему любимому тренеру Владимиру Алексеевичу. От лица нашей команды хотим огромное сказать огромное спасибо Владимиру Алексеевичу. Вань, скажи два слова. Когда ты пришел, сколько ты жанрируешь? Мой рекорд был 8 раз по надуванию, а сейчас мой рекорд 1113. Владимир Игнатик всегда умел создать атмосферу, где бы он ни работал. Чувствуется это и на тренировке. Специалисту уже немало лет, но азарт остается. Нет ли мыслей уйти на пенсию? А это будет. Я к этому готов. Дом, прогулка на свежем воздухе. Никому не нужен. Забытый в семье. Пока есть силы, пока мой опыт еще нужен, пока еще желание есть. Буду работать. Уйти, лечь на диван. Это не проблема. Хоть завтра не могу. Буду работать. Живу одним днем. Дальше что будет?